Сначала даже было такое предположение, что это сидит в гнезде кошка, потому что были острые такие у нее ушки. Но потом муж принес фонарик, мы рассмотрели, и оказалось, что это или филин, или сова. Они издавали очень странные звуки, то есть она издавала, похожие очень на тявканье маленького кутенка. А еще чуть позже оказалось, что птенцов там трое, не считая родителей. Но обо всем по порядку. Месяц назад жители дома по улице Рухлядка 5 обнаружили некую странность. На одном из деревьев в гнезде, в котором раньше жили вороны, жильцы увидели новых птиц. Ни на кого не похожих. Связавшись с орнитологом из заповедника, они узнали, что птицы не кто иные, как ушастые совы. Довольно редко такие появляются в черте города. А еще реже, по словам жителей, их потомство превышает одного-двух птенцов. Мне позвонили и сказали, что обнаружили ушастого филина. К чему я был очень удивлен, так как такого вида в орнитологии ушастый филин нет. У нас в России обитает два вида филина. Это обыкновенный филин, да, у него есть ушки, но это не говорит, что он ушастый филин. И рыбный филин. Рыбный филин у нас обитает на Дальнем Востоке, а обыкновенный филин, в том числе и в Актубинском районе, достаточно широко распространенный. Но это не ушастый филин. Я посмотрел это гнездо, посмотрел этих птенцов. Это ушастая сова. Среднего размера птица, достаточно обычная для нашего региона и для Астраханской области, и в целом для России. Птенцы очень быстро, кстати, стали подрастать. Мы заметили, как они даже вылазили на край гнезда. И утром у них по типу зарядки было, они очень интересно, мотали, раскачивались. Дети очень любовались ими, они раскачивали головой во все стороны, так вот по часовой стрелочке. И нам казалось, или зарядку делают, или танцуют, но было очень потешно. Однако молодому семейству предстояло вытерпеть немало трудностей. Первой из гнезда пропала мама. Все сразу же стали думать, как накормить детенышей. Но папа птенцов оказался предусмотрительным. По словам жителей, в своем клюве, при этом сидя на соседнем дереве, он держал маленькую мышку. Советам оставалось лишь собраться с духом и расправить крылья. Что они сделали? 24-го первый полетел, который самый толстенький был. Он все-таки полетел к нему сюда. И потом он криком все-таки и остальных на следующий день полетели и другие птенцы. Один маленький все время сидел на этой вишенке. У нас есть фото интересное. Все жители Семь ветров приходили сюда как на экскурсию. Они любовались, снимали видео, фотографировали. Птенцы по-иному издавали шум. Они вот и сегодня ночью кричали. Именно писк у них, такой скрип больше похожий. А у самца по-другому совсем с самкой. И вот в ту ночь, когда у нас пропала самка, самец летал вокруг дома несколько раз. Муж выходил, смотрел. У нас соседи сверху наблюдали, что он летал, искал ее долго. Но вот она так и не явилась. Как нам рассказал орнитолог Николай Пирогов, такая практика для этих птиц обычное дело. Именно так родители приучают своих детей к самостоятельности и приобретению навыка полета. Некоторое время все было хорошо. Но, как говорится, счастье длилось недолго. Через несколько дней пропал один из птенцов. Увидел, как что-то происходит. Увидел, что очередной местный житель подъехал сфотографировать, полюбоваться. Но потом я увидел, что что-то он вытаскивал из машины веревку. Потом какие-то начались резкие телодвижения. Я в конце увидел, как он залазит на это дерево и скидывает птенца. Я открыл окно, естественно, не остался равнодушным. Начал говорить, зачем вы это делаете, зачем вы нарушаете спокойствие. Это все-таки природа, ее не надо трогать. К сожалению, человек меня не послушал. Он накрыл птенца просто и положил машину, и они уехали. Я видела, как этот птенец, как средний птенец полетел на дальнее дерево. А тот самый слабый полетел на яблони. Он стал трясти ветку, скинул его и подобрал с земли. Несмотря на то, что этот вид птиц не занесен в Красную книгу, местные жители все равно решили привлечь нарушителя к ответственности. Они обратились в полицию. Некоторое время спустя стало известно, что похититель совенка живет совсем рядом. Связавшись с одним из членов его семьи, они узнали, что молодой человек недавно приобрел в качестве домашнего питомца сову. И чтобы ей не было скучно, он забрал одного из птенцов. Виноватым себя он, как оказалось, не считает. И на просьбу ахтубинцев вернуть птицу на волю ответил отказом. Отметим, у такого поведения могут быть последствия как для самой птицы, так и для человека. И в обоих случаях весьма серьезные. Орнитоз элементарно подхватить у них. Это заболевание верхних дыхательных путей. Это не смертельно, конечно, но неприятности у человека будут. Поэтому, кроме того, они разносят и те инфекции, которые могут принести нехорошим последствиям. На первых стадиях самостоятельной жизни взрослые птицы тренируют птенцов способом охоты. То есть, они сначала приносят умершленную добычу, разрывают, кормят птенцов, это на гнездах. Затем, когда птенцы находятся в районе гнезда и уже могут летать, они приносят немножко придушенную добычу, но не мертвую. То есть, птенец начинает сам работать с этой добычей. Если он ее уронил, она убежала, ну, значит, он еще, навыков у него нет. Поэтому, если этому человеку, который забрал этого совенка, надоест этот совенок, он его выпустит, не исключено, что птица погибнет. Ксения Маслова, Татьяна Дубинина, Анатолий Калинкин, Владимир Татаринов. Ахтубинск ТВ.